Конечно, мне интересно мнение людей на мою реакцию восприятия мира. То есть какие-то видео я снимаю не потому, что какую-то конкретную цель ставлю. У нас у каждого, или почти у каждого, свои ассоциации. У меня бывает так, что я услышала слова, услышала ритм, у меня складываются строки. Так вот стихи поимдаются. Или же песня вспоминается какая-то. Либо какой-то момент из повседневности, и под него также песня приходит из тех, которые были написаны другими людьми. И некоторые не понимают, например, ты снимаешь, а ты не стал никакой конкретной цели. Это как фотографию сделать. Ты что-то увидела интересное, для тебя интересное. Щелкнул, и всё. То же самое и здесь. Засняла, и всё. А люди какой-то ищут глубокий смысл в этом. И пишут, и что дальше. А дальше вы смотрите, исходя из вашего внутреннего мира, ощущений, восприятия, ценностей. То, что интересно мне, оно может быть неинтересно другим людям. Так же, как то, что интересно другим людям, может быть неинтересно мне. Мы же все разные. Я всегда делаю упор на соционику. Кто знает, кто интересуется, тот знает. Кому-то это важно. Кто, кому неинтересно, не важно, тот и не будет. Заходите, смотрите, что это такое и так далее. То есть соцтипы разные, схема поведения разная. Да, есть индивидуальность, свои индивидуальные особенности. Но схема поведения будет всё равно похожа в дедово соцтипа. И поэтому сенсорные люди, логики. Вот я сняла кусочек неба, деревья. В тот момент я что-то вспомнила, возможно, и с детства, и с своей походной жизни. Какие-то песни на ум пришли. Я услышала песню, я сняла кусочек неба с ёлками. А человек устроен иначе. Он пишет, и что дальше. Или, например, еду я трудиться в машине по плотине. У меня свои ведут воспоминания, ассоциации. То, что я читала. Наша страна великая, действительно была великая. Было сложно, как и сейчас, но она была великая. Я, может быть, сейчас перескочу, как обычно. Ещё раз говорю, я не логик. У меня нет схемы жёсткой в голове. Я могу сразу захватывать несколько тем. Потом возвращаться на предыдущую. Опять же, кому интересно, раскрою карты. У меня сут Стив Гекслер. Интуитивно-этический экстравект. Это отдельная тема про соционику. Как я узнала, соприкоснулась, как меня неправильно протипировали. Записали в сенсорике, а не в интуит. И хотя человек был сам интуит. Записали меня в логике, хотя я не в логике. Так вот, я скачу с темы на тему. И вот история Советского Союза, как бы там ни относились к личности Сталина, кто-то скажет ужас, кто-то скажет нет, он мощный был. Любой руководитель, ему приходится быть жёстким. Иначе никак. Хочешь, не хочешь. Но будем оценивать плоды деятельности. Я сейчас не буду проводить мостик к современности. Тоже отдельная тема. Тем более, у нас сейчас законы поменялись. Нельзя обсуждать. Точнее, можно, но аккуратно. Но для меня, в силу того, что родственники не жили на Западе, не пользовались этими благами, и, соответственно, не соприкоснулись с расстрелами, с репрессиями, поэтому негатива в отношении Иосифа Виссарионовича нет. Но я понимаю, что он был непростым человеком. Мы даже многого не знаем о нём. Это нужно прям погрузиться в современники, как его описывали, близкий круг, дальний круг и так далее. Но показательным является то, что кто-то скажет, что у него там куча диагнозов было. Да, у нас у всех по сути диагнозы. Если глубже копнуть, здоровье – это нечто такое относительное. То, что раньше считалось здоровьем, сейчас у многих у нас этого нет. А наше так называемое здоровье для людей прошлых поколений – это уже какие-то отклонения. Ну, кто-то скажет, что я не права опять, несу какую-то там… Каждый имеет право на свою точку зрения. И вот для меня его личность, Иосифа Виссарионовича, в двух моментах позитивно я его воспринимаю. Первый момент – он не шоковал. Да, многие мужчины или почти все любят женщин. Этот отдых на загородных виллах, как сейчас говорят, в гаграх и так далее. Вино, еда. Вот если это всё сбросить, всё равно он одевался скромно, он не шоковал, он очень долго носил. Вот привычка такая. А если бы он сильно хотел, конечно, бы он мог себе позволить всякую разную там одежду, постоянно новую и так далее. Это первый момент. Второй момент. Такой мощный скачок, разруха полная после войны. Мы сейчас не будем обсуждать, кто виноват, почему в начале войны были потери и т.д. Но 45-й и 50-й, буквально за 6-7 лет, мощный скачок. Сколько было строек. Да, в этом участвовали люди. Но посыл-то был изначально от него. Вот эти 5-6 лет после войны. Потом уже другие были руководители. Конечно, люди. Всё опирается на людей. Пирамида любая в социуме опирается на основания. Основания – это я, это остальные люди разных поколений. Обычные, простые, рядовые, не занимающие верхушку пирамиды, так называемые чиновники и прочее. Хотя раньше с этих чиновников попадались. Ну, сейчас им просто не дадут таким людям быть в чиновниках. Порядочным и честным. Хотя бы на сколько-то процентов. Так вот, при Сталине был мощный скачок. Строились гиганты, заводы, фабрики, жилищные. Вот этот вопрос решался. Ну, он решался, а сейчас упадок. В чём-то, конечно, технически. Там пытаются развиваться наука и прочее. Дети, они такие открытые, наивные. Потом, конечно, поуезжают в другие страны. Там же лучшие условия жизни. Имеют право на это. Утечка мозгов. Но дети что-то придумывают. Там каждый год какие-то выставки, роботы и так далее. Но в жизни-то мы этого не видим практически. Применение. Кроме робота-пылесоса. Обычного какого-то. Всё это больше на уровне идей. Потому что верхушки нашей пирамиды не выгодно, чтобы мы пользовались, облегчали себе жизнь. И выгодно, чтобы мы были рабочими муравьями. Поэтому и возвращаясь к теме, что это мои личные какие-то ассоциации, воспоминания. Вот глаз мой увидел, захотелось, я сняла. Услышала какую-то внутри себя песню, увидела картинку, сняла под это. А для другого человека это ничего не значит. Но так я же и не заставляю вас смотреть это, делать какие-то там выводы. Во-первых, они на одной волне. Они увидят картинку и воспринимают её почти похоже. Не на 100%, но почти похоже. Поймут друг друга на одной волне. А другие люди, я с ними и на одной волне. Так что всё нормально. А по поводу неба, ну кто-то скажет, что я фантазёрка. Или ещё как-то обзовёт. Я пришла сюда, в этот мир оттуда, с неба. Там очень сложный мир. Там такая иерархия, там столько задач. И небо для меня всегда с детства, и не только для меня. Это такой магнит был. Поэтому я не могу не смотреть на небо. Даже между делами. Между разными трудовыми деятельностями. Я всё равно замечаю, что происходит там. Ну, ночной это отдельная тема. Почему так притекательно для некоторых? Потому что там дом родной наш. Поэтому не буду в это сейчас углубляться. Просто попыталась объяснить, почему я снимаю то, что для других может быть никак. Не цепляют, они не понимают, на чего это снято. Ну, я сейчас не сравниваю себя с кем-то, но есть так называемое авторское кино. Но я не углублялась в эту тему. Ну, некоторые фамилии знаю. И прошлого времени советского. Они своё видение излагали. Поэтому это авторское кино. А массам не понятие кино. Те, кто на одной волне с режиссёром, с сценаристом, по каким-то причинам, они поймут идею, которую заложил художник. Режиссёр, сценарист и так далее. Просто пыталась объяснить. Почему кому-то непонятно, для чего я там ёлки сняла, или там небо сняла, или самокаты, или ещё что-то. Вот.